Паводковую ситуацию, начало строительного сезона и другие темы обсудили на оперативном совещании при главе региона. Установлены границы лесопаркового зелёного пояса. Какие ограничения в связи с этим будут введены и как это скажется на горожанах. Секрет долгой здоровой жизни от Виктории Воронцовой. Сегодня она отмечает своё 90-летие. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. О ледовой обстановке на Печоре, инициативном бюджетировании и поддержке предпринимателей накануне шла речь на оперативном совещании при главе региона. По традиции заместители губернатора отчитались о проделанной работе в подведомственных им сферах и об исполнении поручений. По данным космосъёмки, ледоход на Печоре закончился. Его голова вышла в Печорскую губу. На контроле остаётся паводковая обстановка. Об этом главе региона доложил его заместитель Сергей Боенко. На сегодня мы имеем по всем населённым пунктам по Печоре устойчивый спад, кроме Великовисочного, где по итогам нулевых соток всё-таки на 12 часов плюс 1 сантиметр пришёл. По верхним течениям УСА, КОЛВА, паводковые процессы приостановились в связи с низкими температурами. Но на 14.30 информация пришла, что по Хариверу начался ледоход. На контроле также остаётся и Харивер, и Харута, потому что при резком таянии, я думаю, что и району надо отслеживать эти населённые пункты по подъёму уровня воды. Говоря о прохождении паводка на территории Великовисочного сельсовета, губернатор округа напомнил о недавней поездке в муниципальное образование. Тогда Александр Цибульский сделал ряд замечаний относительно охранения дров, угля и подготовки дамб. Ситуация, честно говоря, нерадужная на тот момент. После этого, по крайней мере, по тем фотографиям, которые я получил по вашим докладам, ситуация исправлена. И противопаводковые заграждения сделаны вроде бы в том виде, в котором они должны быть. И уголь оградили, и часть дров напилили для населения. И в целом можно считать, что работа сделана. Первая ваша задача – проследить качество этих работ. Действительно ли это все то, что сделано, представляет собой действительные меры по безопасности, или это просто театр безопасности, который нам создали в виде декорации? Это первое. А второй вопрос, который меня волнует, может быть, еще больше, это все-таки вопрос о том, что кто виноват в том, что непосредственно перед паводком это все не было сделано в том виде, в котором это должно было быть сделано. И здесь я бы хотел, чтобы мы не искали, самое главное, виновных среди обычных работников, до участка среди жилком сервисе, а спрашивали с руководством, которое это допустило, Олег Евгеньевич. Это, так сказать, вы понимаете, что это совместно. Еще одно поручение губернатор округа адресовал в том числе департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. У нас начинается, уже начался активно строительный сезон. Я прошу вместе с департаментом сейчас максимально активизировать контроль за строящимися объектами. И в части своевременности поставки материалов, это скорее в антинвекторном департаменту, по каждому из объектов у вас составлен, насколько я знаю, четкий план работы со сроками и с исполнителями. Значит, очень важно, чтобы любые срывы сроков вы вовремя докладывали, причем прошу докладывать прямо мне по всем направлениям. Если где-то мы видим, что начинается отставание от графиков, значит, надреагировать незамедлительно. Чтобы у нас не было таких проблем, как у нас сейчас есть в Доме и Дамы. А Гостро-Желнадзору, соответственно, надо включиться и контролировать качество работ, которые производятся. В ходе оперативного совещания глава региона также напомнил своим заместителям о необходимости оперативного реагирования на обращения жителей округа, которые поступают на портал «Народный контроль». По словам заместителя губернатора Михаила Васильева, больше всего просрочек по ответам у администрации города. Из 21 обращения 18 не получили своевременного ответа. Ирина Никишина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Снаряд, обнаруженный на Канинском полуострове, оказался стреляным, но не разорвавшимся. В связи с этим комиссия по чрезвычайным ситуациям Заполярного района предприняла меры безопасности, ограничив движение в русле реки Каменной. Напомню, снаряд обнаружили на прошлой неделе местные жители полуострова Канин. Калибр снаряда 75-76 мм. Данная информация поступила от командира войсковой части и продублирована главой Канинского сельсовета. Мы собрали комиссию. За последний год это второй раз. Прошлым летом мы уже по такому же поводу собирались, когда на наш берег вынесла морскую мину. Сейчас вот новый взрывоопасный предмет это снаряд. В соответствии с руководящими документами информация была направлена Министерство обороны, а со своей стороны администрация сдала постановление об ограничении движения именно в русле этой речки для того, чтобы обезопасить наших жителей от возможных неприятностей. Напомню, по словам специалистов, найден и снаряд стрелянный, но не разорвавшийся. В Ненинском округе установлены границы лесопаркового зеленого пояса Нарьинмара. Проект соответствующего постановления администрации региона принят на очередном заседании. В Департаменте природных ресурсов и экологии АПК Ненинского округа объяснили, что границы лесопаркового зеленого пояса согласно федеральному и окружному законодательству должны быть установлены в течение 180 дней с момента его создания. Нарьинмарь зеленый щит города создан постановлением окружного собрания в феврале этого года. Он занимает площадь более 58 тысяч гектаров. Лесопарковый зеленый пояс представляет собой особую территорию с нормативным ограничением хозяйственной деятельности. Границы территории при этом утверждены с учетом интересов землепользователей. По мнению специалистов Департамента, создание такого зеленого щита вокруг Нарьинмара окажет положительное влияние на экологическую ситуацию в муниципалитете. При этом трудностей горожанам эта инициатива не принесет. Они также могут отдыхать на данной территории, заниматься сбором грибов и ягод. Ограничены будут лишь хозяйственная деятельность и строительство. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia прошли сегодня студенты 4-го курса социально-гуманитарного колледжа. Выпускники педагогического отделения представили свои навыки и умения в профессиональном мастерстве перед экспертами. По условиям демонстрационного экзамена оценивать будущих педагогов могут потенциальные работодатели, директора и завучи школ, педагоги. Никаких столов с красными скатертями и билетов. Звать на помощь халяву бесполезно. По новым стандартам WorldSkills – экзамены в средних профессиональных заведениях, демонстрация полученных знаний и умений на практике. На каждую демонстрацию 15 минут задания озвучивают непосредственно перед испытанием. Безусловно, такой экзамен сразу дает представление о профессиональных возможностях будущего педагога. Но вот сами экзаменующиеся нервничают по старинке. Нам дается два часа, и во время первого часа у меня случился нервный срыв, и я заплакала. Главное – это, наверное, любовь к детям. Это самое главное. Нужно к детям относиться уважительно, уважать их мнение, их выбор. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills для будущих учителей начальной школы предполагает показ фрагмента урока, где ребятам сообщаются новые знания. По условиям оценивать выпускников могут только сторонние эксперты, а не педагоги колледжа. Это, во-первых, гораздо интереснее. Во-вторых, это ближе к практике. То есть чем отличается среднее профессиональное образование? Тем, что мы должны, наверное, быть ближе к практике и к работе, чем к теории и каким-то возвышенным научным терминам и знаниям. То есть мы проверяем практически, готов ли студент к работе, ну вот в данном случае в начальной школе. В демонстрационном экзамене принимают участие 18 будущих педагогов начальной школы. Вместе с дипломом они получат скилл-паспорт с результатами, которые будут внесены в специальную информационную базу, доступную работодателям. Конечно, мы все волнуемся, болеем очень за них, но надеемся, что все будет хорошо, потому что проведена достаточно серьезная работа нашими педагогами. Конечно, мы готовились. Да, у нас еще есть, уже есть, пусть небольшой опыт, но тоже мы в прошлом году уже провели демонстрационный экзамен, но по другой компетенции, физическая культура и спорт. Поэтому, конечно, это не все так вновь нам нынче. Но все равно это новые требования, новые специальности, новые задания. Поэтому педагоги приложили немало усилий, эксперты у нас прошли серьезную подготовку и тоже сертификацию получили сертифицированные. В 2019 году Ненецкий округ участвует в апробации наряду с 77 субъектами России. При выборе регионов учитывался опыт проведения региональных чемпионатов, материально-техническая база учреждений региона, а также готовность предприятий и организаций к участию в проведении такой формы аттестации. Ольга Русл, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В год здоровья, объявленном в Ненецком автономном округе, отмечает свой 90-летний юбилей Виктория Владимировна Воронцова. Трудолюбивая, интеллигентная, начитанная, ответственная и заботливая. Именно так отзываются о Виктории Воронцовой, ее родные, соседи и бывшие коллеги. В чем секрет долголетия ветерана? Сегодня Виктории Владимировне исполнилось 90 лет. Из них 84 года она работала, не покладая рук. Свою трудовую деятельность Виктория Владимировна начала с окружкома партии. Меня комсомол направил работать в библиотеку. Тогда у меня образования не было, мне пришлось, мне понравилось, и я закончила библиотечную. А где учились? Я училась в Великом Устье, кончила библиотечную технику. Этой профессии Виктория Владимировна посвятила более 45 лет своей жизни. Неудивительно, что ее дочь Елена и внуки тоже испытывают интерес к чтению. У нас очень огромная библиотека у меня была. У меня еще много до сих пор сохранились. И вот дети их читали, детские энциклопедии, различные художественные книги. Еще с детства очень много сохранилось. У нас была большая библиотека, что вот у мамы, что у меня дома очень много книг. К ней в библиотеку любила ходить. Всевозможные журналы интересные, вырезки. У нас же раньше в школах сейчас, наверное, нет такого. А раньше у нас постоянно были раз в неделю по пятницам, по-моему, как политзанятия. То есть мы готовили материал, а без такой библиотеки там черпали знания себе. После библиотеки Виктория Владимировна два года работала дежурной в профучилище. Затем устроилась с санитарочкой в детскую поликлинику, где планировала поработать пару лет. Годик-два, вылились в 24 года. Ее как человека я могу охарактеризовать, что она, во-первых, очень воспитанная. Интеллигентная, порядочная, доброжелательная, исключительной доброты человек. Я думаю, что Бог ей и дает возраст такой, потому что человек делает только добро. Никому никогда ничего плохого не пожелала и не сделала. Вот. Исключительно добросовестная. Вот она уж, если она проводит уборку в кабинете, то после нее любо-дорого зайти. Все чисто, все блестит. Трудолюбивая очень у нас. Она не могла сидеть на месте. Все хотела сделать добро людям, помочь людям. Мы уж ее сколько отговаривали. Не работай, отдохни, поживи для себя. Нет, никак. Все хотела работать. Потом уж не смогла поставить здоровье, зрение. Вот ушла так поздно. Дай Бог, чтобы нам до стольких лет доработать. Любовь к труду Виктория Владимировна с детства. Она росла в многодетной семье. Детей мама поднимала одна. Поэтому помогать по хозяйству приходилось с малых лет. У нас у мамы корова была, да, куи. Все пешком бегали. Машин-то не было. То есть у вас такая закалка, да? Так что мы, это самое, в молодости, за дарами природы и на сенокосы. И на работе работали, возили нас на сенокосы, выходные, на киселичные, на мой вечер. Так что мы привыкли. Я и кошу, и косилка, это самая стойкая, и горбуша. На заслуженный отдых Виктория Владимировна вышла в 84 года. Сегодня всё своё свободное время она посвящает родным и близким друзьям. Каждую неделю ходим, навещаем. Либо к себе забираем в гости, либо здесь приезжаем. А как мы её без внимания не оставляем. И вот не забывают подружки. Кто уже уехали, звонят. Постоянно с праздниками поздравляют. С днём рождения. Они общаются. Не забывают. У подруг и коллег Виктория Владимировна вызывает исключительно тёплые чувства. Ведь таких добрых и отзывчивых людей встретишь нечасто. Я же не умею ругать. Только ты ж хорошо. Это такая редкость на самом деле. Да, да, да. Сегодня Виктория Владимировна исполнилась 90 лет. Этот день она по традиции проведёт в кругу своих близких, принимая тёплые и искренние пожелания. Я, конечно, хотела от всего коллектива поздравить её с этой знаменательной датой. Говорят, неважно сколько женщинам лет, да. Вот пожелать ей доброго здоровья, вот счастья, чтобы она была всегда любима, желанна. И мы её всегда рады видеть и всегда помним и с теплотой и нежностью вспоминаем. Ирина Никешина, Антон Водряков, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Центр содействия семейному устройству «Наш дом» принимал гостей. Накануне здесь прошёл День открытых дверей. Мероприятие посвятили выбору будущей профессии – кем быть. Воспитанники центра приготовили для гостей праздника, спектакль, угощения и сувениры. Тимур Вылка к приёму гостей готовился основательно. Накануне вместе с товарищами он пёк блины. Рецепт самый простой, но когда делаешь с душой, получается шедевр. Там молоко литр, потом яйца четыре размешать, потом муку двадцать ложек. Маленький Даниил – участник самодеятельности. Роль небольшая, но ответственная. Я буду сейчас готовиться. Я с нетерпением жду гостей. Мини-спектакль, как говорится на злобу дня, о трудностях выбора самой лучшей и нужной профессии. В актёрском мастерстве воспитанники центра раскрываются перед педагогами в новом качестве. Во время праздника на территории центра работали мастер-классы. Флористика, робототехника, армрестлинг, мехенди. По желанию можно было научиться делать даже макияж будущего. Визажист Анна Гордеева с удовольствием делилась мастерством. У нас предполагается, что мы как эксперты образа будущего, поэтому будем, так сказать, креативить, придумывать, как это будет выглядеть в будущем. Что даже можно на мне посмотреть, что вот это такой вот макияж. Педагоги и воспитатели говорят, их подопечные всегда ждут гостей с нетерпением и трепетом. Ведь каждый из них, как бы хорошо ни жилось в центре, мечтает о семье. Я считаю, что такие мероприятия, конечно, безусловно, нужны в первую очередь детям, которые проживают здесь. Потому что главная задача всех нас и работников, чтобы каждый ребенок нашел семью, чтобы он не был одинок. Именно такой день открытых дверей шесть лет назад стал переломным для Татьяны Поповой. Теперь в ее семье четверо приемных детей. А она сама руководит клубом приемных родителей «Лучик солнца». У нас, например, в приемной семье так и получилось, что мы пришли на такой замечательный праздник в 2013 году и выбрали сначала одного ребенка. А в 2015 году у нас уже в семье, значит, ну вот с сегодняшнего дня у нас уже четверо детей приемных. Конечно, принять для себя решение взять ребенка на воспитание – это огромный труд. Не всем он по силам. Не сразу и не у всех все гладко. Но все же, четыре воспитанника на прошлой неделе ушли в семьи. Конечно, традиционно сюда приглашаются кандидаты в опекунные усыновители, которые у нас на учете уже состоят, да, в органной опеке. И это тот шанс как раз посмотреть жизнь нашего дома изнутри. В дни открытых дверей в Центре содействия и семейному устройству уже традиция. Такие мероприятия проходят здесь несколько раз в год. Ну, самая, конечно, главная цель исходит вообще от названия нашего самого учреждения. Оно называется Центр содействия семейному устройству «Наш дом». Мне кажется, этим все сказано. То есть именно нам хотелось и хочется нам, чтобы друзей в нашем доме было как можно больше. Двери должны быть открыты любого дома. В учреждении 66 воспитанников. Самому младшему ребенку здесь 4 месяца. Проживают дети за совершеннолетие, а иногда и до 23 лет. Это единственное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ненецком округе. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды. «Север Вконтакте»